24 года в профессии. Почти заслуженный работник криминального мира с узкой специализацией. Вор в церквях берет паузу в карьере. А вы православный? Угу. Получается, вы верите в Бога и обкрадываете его дом? И Бог, может быть, и дает. Проникал под видом прихожанина в церковь и, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, отверткой вскрывал урну для пожертвования, откуда похищал денежные средства. Мужчину задержали при попытке очередного воровства. Он засветился во время кражи в других монастырях Барнаула. Действовал не торопясь и с оглядкой на прихожан. В своем пути на юг России проделал бы это еще не раз, но попался, кстати, не впервые. За 24 года своей деятельности уроженец Иванова уже бывал судим. Говорят, таких специалистов мало даже в криминальном мире, хотя само воровство в церкви фиксировали не раз. Некоторые так переживают, что на всякий случай крестятся. Доступность позолоченной отвори и легко вскрываемых урн – вот что подстегивает воришей заходить в храмы. Например, в Никольской церкви, где и задержали преступника, урну для пожертвований вообще ничего не держат. Видеокамер нет, в порядок на плечах прихожан. По словам служителей, это не первая попытка воровства, но к преступлению здесь относятся понимающие. Не укради одна из заповедей, соблюдать ее непросто. А вору нужно раскаяться, ведь все вернется бумерангом. «Кража в Доме Божьем, в храме, то, что не принадлежит даже человеку, а принадлежит Богу, и эти вещи, они какие-то церковные утвари, они были пожертвованы кем-то, это называется уже по-другому, это называется святотатство, оскорбление святыни, осквернение». Будет ли этим наказанием очередной срок, пока неизвестно. Возможно, к алтайским случаям прибавят эпизоды в других регионах. Меру пресечения церковного вора правоохранители озвучат позже.